Подготовка к предстоящему 950-летию Торопца стала основной темой первого в этом году парламентского дня, который провели депутаты законодательного собрания. Народные избранники оценили работы по благоустройству города, посетили ряд социальных объектов. Программа парламентского дня началась с возложения цветов к вечному огню на Аллее Героев. Там же депутаты приняли участие в акции «Блокадный хлеб», после чего осмотрели Советскую улицу. Ее благоустроили в рамках подготовки к юбилею древнего города. Здесь были сделаны новые тротуары шире прежних, установлена новая система наружного водоотведения. Сделано вообще-то много и набережная, и вообще-то планируется очень много, более 18 программ. Город сам дышит этим событием, а значит это хорошо. Стараются, это по всему видно, это видно по качеству отделки. Сейчас зима, и мы можем именно сейчас оценить, что действительно это сделано на совесть, потому что нет ни единого дефекта, который был виден в этих суровых условиях. Особое внимание привлекли новые фонари, где светильники выполнены в форме жемчужин. Ведь в стародавние времена второбцы добывали жемчуг. Еще одно конструктивное решение – отказ от висящих проводов. Все коммуникации теперь уведены в каналы под землю. Я думаю, что, конечно, к юбилею город подготовится, потому что и федеральное финансирование, да и местные власти сегодня очень много делают для того, чтобы город приобретал хороший облик, и причем чтобы современность сочеталась именно с историей. Набережную реки Торопа благоустраивают в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В прошлом году проведено озеленение, уложена плитка, установлены ограждения и скамейки, проведено освещение. Ранее такие же работы были проведены в другой части набережной, на территории у памятника самолету Су-9. Все работы обошлись более чем в 15 миллионов рублей. Благоустроено почти 1250 квадратных метров территории. Увиденное депутатов впечатлило. Облик города поменялся. Туристам нравится, местным жителям нравятся, очень красивые подсветки. Безусловно, это влияет вообще на настроение людей, отклики очень хорошие. И все ждут дальнейших преобразований. Работы в рамках подготовки к 950-летию Торопца продолжаются. В этом году, в частности, на благоустройство, включая ремонт Крывеческого музея, запланировано выделить 282 миллиона рублей. На ремонт дорог 320 миллионов. Планов довольно много. На въезде в город возле Корсунского собора будет благоустроена территория, установлен памятник Александру Невскому. Далее, сама улица Комсомольская будет подлежать реновации. Продолжение улицы Советской будет подлежать реновации. У нас будет установлен памятник святителю Тихону. У нас будет отремонтирован памятник учителю, памятник женщине с младенцем. Следующий объект в программу юбилей Торопца не входил, но для города он жизненно важный. Детский сад «Жемчужинка» на 240 мест. Он должен был начать работу еще в 2019 году. Местная власть все необходимое для строительства сделала. Оформила документы, провела коммуникации. Подвел подрядчик. На поиски нового ушло время. Но в итоге дошкольные учреждения достроили. Сейчас сад полностью загружен. Укомплектован всем необходимым. Кроме того, депутаты побывали в Торопецком доме культуры. Оценили ход стройки зоны отдыха на реке Уклеенко. Итоги парламентского дня подвел заместитель председателя законодательного собрания Александр Клиновский. Здесь, конечно, основная наша тематика, то, что мы посмотрели, это места, где будут установлены новые памятники. Где будет произведено благоустройство дополнительное. То, что мы готовимся к 950-летию, согласно указам уже президента Российской Федерации. И, вы знаете, то впечатление, которое произвел сейчас город Торопец, это совершенно новый красивый город. В обсуждении планов мероприятий к юбилею Торопца звучала еще одна очень важная для жителей тема. В следующем году в город должен прийти газ.